Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего занятия – наука-история, исторические источники. Интерес к своему прошлому появился у человечества с тех самых пор, как оно появилось на свет. И именно с тех же пор возникла и тяга к самопознанию. А о каком же самопознании можно говорить, если не изучать собственные корни, если не изучать жизнь собственных предков? И, пожалуй, что самые первые фантастические формы познания истории были у человечества издавна – мифы, легенды, предания. Но время шло, и постепенно появлялись иные формы. В переводе с греческого слово «история» означает расследование, узнавание, то есть установление истинности тех или иных событий. Римляне использовали это слово уже несколько в ином смысле – история, суть, рассказ о чем-то, что было когда-то давно. Но в современном нашем языке мы употребляем это слово и тогда, когда нам нужно обозначить рассказ о событии вымышленном или реальном, которое когда-то происходило, и как обозначение науки – науки о прошлом человечества. Люди издавна собирали рассказы о прошлом, но рассказы эти были какие-то разрозненные. И первым человеком, который попытался привести их в систему, был Геродот. Жил он в V веке до н.э. и был великим географом и путешественником. Его трактат «История» содержит в себе сведения о греко-персидских войнах и, пожалуй, является первым логичным, длительным и связным повествованием о событиях прошлых лет. Работа Геродота – это не историческое исследование в нашем сегодняшнем привычном понимании. Это, скорее, рассказ человека, который много путешествовал, много видел, а еще больше слышал. Однако отцом истории мы именуем великого путешественника не зря. Дело в том, что из девяти книг, на которые делится его трактат, большая часть посвящена последовательному изложению событий греко-персидских войн, изучение прошлого человечества было бы невозможно без исторических источников. Что же такое исторические источники? Это все то, что было создано человеческим обществом, все то, что позволяет судить о быте, о нравах, о языке людей. Источников великое множество, поэтому придумано делить их на большие группы. Первая, необыкновенно важная группа – это письменные исторические источники. К ним относятся эпиграфические документы, то есть надписи на твердых предметах. Туда же относятся различные рукописные документы, печатные. Сейчас я продемонстрирую как раз образец письменного исторического источника. В руках у меня пожелтевший листочек, письмо. Письмо не очень грамотное. Здравствуйте, уважаемая Александра Николаевна. Я сейчас живу в деревне. И не помню, вы задавали нам задание на лето или нет. Ага, это письмо ученика своей учительницы. Казалось бы, ну и что тут такого? Осмотреть надо на год. 1938 год. Этот пожелтевший листок бумаги – очень важный и ценный исторический источник. Помимо письменных исторических источников, имеются еще и изобразительные. Это различные иконы, картины, порсуны, фотографии. В руках у меня как раз один из них. Посмотрите, пожалуйста. Это фотография учительницы со своими учениками. А год 1940-1941 учебный год. То есть, когда эти дети, видимо, пяти-шестиклассники закончат учиться, начнется война с фашистской Германией. Есть еще и исторические источники вещественные. К ним может быть отнесен действительно любой предмет из прошлого. Стрелы, луки, посуда. Все-все-все, что сохранилось, все, что дошло до наших дней. Посмотрите, пожалуйста, в руках у меня черепочек. Это осколок вазы. И все бы ничего, но ему где-то 2500 лет. И если бы он умел рассказать, он бы нам поведал много-много всего интересного. Помимо источников письменных, изобразительных, вещественных, имеются еще и источники устные. Это различные предания, легенды, названия географические. Они тоже могут быть необыкновенно полезны для исследователей. Вот маленький пример. В Выборгском районе имеется такое замечательное место Парголово. Историки заинтересовались, что же за странное такое слово Парголово. И что же оказалось? В архивах были найдены документы 17 века. И выяснилось, что название происходит от финского слова «перко» и означает «черт». То есть когда-то в этом самом месте были настолько глухие и страшные места, что местные жители были в святой уверенности, там водится что-то не то. Помимо устных, письменных, вещественных, изобразительных исторических источников, ученые опираются еще и на те сведения, которые они сумели почерпнуть из жизни современных племен, которые находятся на том же самом уровне, что и наши далекие-далекие предки. Изучением подобных племен занимаются этнографы и этнологи. Однако для ученого-историка любой исторический источник – это не истина в последней инстанции, а лишь отправная точка для исследования. Почему? Да потому что источники могут быть неточными. Например, сочинение того же уже упоминавшегося Геродота было переписано несколько раз, а при переписывании могли закрасться ошибки. Сочинение может быть откровенно тенденциозным. Например, известна легенда об одном правителе, который велел возвеличить его, и тому, кто бы это сделал хорошо, он обещал подарить белого коня. А тому, кто плохо описал этого правителя, он пригрозил казнью. Вот и подумайте, были ли правдивы рассказы об этом властелине. Одним словом, стремясь отделить правильное от неправильного, историк осуществляет критику исторического источника, а для этого он использует специальную методику. Или, иными словами говоря, историк – это не тот, кто рассказывает истории о прошлом, а это ученый, который в своем исследовании опирается на исторические источники, осуществляет их критику и использует при этом целый ряд специальных исторических методов. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok